добрый вечер друзья не добрый вечер не другим посмотрите с каким аншлагом прошли выступления лея хиджаковой на кипре два спектакля на углу билеты были распроданы аплодисменты бла-бла-бла я в свое время записал какой-то пассаж про этот спектакль еще в конце прошлого года но не стал тогда его выкладывать ну как руки просто не дошли а сейчас в догонку наверно выложу а а а а а а а а приветствую вас друзья и не другие очередной скандал намечается около театральной тусовки санкт-петербург там в ближайшую среду 4 января должен состояться спектакль лея хиджаковой и контексте того что она заявила что мечтает поехать на украину после ее украины победы на россии в общем то вполне резонно некоторые политические деятели включая депутатов госдумы выразили недоумение по поводу того что лея хиджаковой человеку который занимает откровенно антигосударственную русофобскую позицию даются площадке для зарабатывания а много пишет об этом в телеграм-каналах и в соцсетях и никто не упоминает по моему не видел я акцента чтоб делали на том факте что ее напарником по этому спектаклю является глеб узкий палец единственный сын прославленного нашего сергея узкий палец позиция которого как мы знаем была просто полярная по отношению к позиции хиджаковой он всегда топил за россию за новороссию за русский мир был очень последователен в этом стоит ли на это обращать внимание как-то комментировать вот фиг вы знаете фиг вы знаете меня здесь поразил следующий факт прошли с успехом достроли Кристина Арбакайтова который ну как и весь Пугачевский клан мы знаем их позицию она всегда выступала на Украине все эти годы все эти годы выступала в Киеве ее отчим условно говоря Галкин инагент там делает заявления сами знаете какие а может и не знаете вот я к этому подвожу ну про Буча он там говорит про Россию про спецоперацию мама ее Алла Борисовна Пугачева просто просила чтоб ее сделали инагентом знак солидарности со своим мужем кстати вот без дураков я должен сказать что респект ну это конечно семья прежде всего и это достойный поступок но песня совсем не о том я к чему это вот к этой истории с Глебом Сергеевичем Пускепалисом сыном Пускепалиса и Кристины Арбака это дочь Аллы Борисовны и падчерицы Галкина мои коллеги в Благовещенске после концерта в фильме накануне выступления которое по словам в случае самой Кристины прошло с аншлагом она это выкладывала в соцсетях спрашивали как вот зрители которые шли с букетами судов относятся к тому факту что пугачевский клан занял определенную позицию и что сама Алла Борисовна Пугачева эмигрировала в Израиль и сделала там заявление насчет рабов и холопов что-то там многие комментировали хотя она по-моему так обозвала лишь тех кто что ее не привечает ее если вам не нравится Алла Борисовна вы раб и холоп опять же песня о том выяснилось ну как выяснили мои коллеги из Благовещенска большинство людей которые шли на концерт Арбакайте они не знали о том что Алла Борисовна Пугачева уехала они даже не знали я подозреваю о том что она уже много лет не женщина которая поет что она уже десятилетия не может выступать ну в силу обстоятельств медицинского характера вот такая просто инерция сильная я не знаю вот может быть действительно так чтобы люди настолько были оторваны от этого контекста и совсем там не смотрели телевизор а может по телевизору про это не говорят вот тоже ведь сейчас вот произнес это и задумался вообще сколько у нас наших сограждан знают о том что Пугачева уехала и о ее настрой и о том что вообще уехали ну не все ну скажем так почти все я бы не стал бы переживать по этому поводу по поводу отъезда но вот по поводу как журналист по поводу недоинформированности населения я выскажу свою скажем так озабоченность я так слегка офигел от этой новости а вот по поводу того что уехали ну знаете это странное дело вот Марина Лискова медиаидеолог абсолютно права что талант не облагораживает своего носителя люди действительно талантливые действительно которые каждый там в своей отрасли является номер один или номер два действительно те которыми может гордиться наша культура даже если это просто шоу-бизнес хотя если мы возьмем и литературу и там сфероклассической музыки и другие отрасли выяснится что настроения там не такие как хотелось бы нам этатистам государственникам вот и многие там настроены проукраинские и путинскую линию не приличают я не вижу повода расстраиваться из-за этого и это не повод для вот того чтобы запускать вот этот раскручивать маховик культуры отмена там не пиарить этих людей за все силы как это всегда делалось кремлевские со страшной силой там раскручивали на этом кстати сама кристина потупчик признался недавно в телеграм-канале раскручивали этих деятелей там и земфиру и прочее вообще все люди которые настроены оппозиционно они кормились а некоторые по-прежнему кормятся от государственного бюджета ну потому что люди которые распределяют эти бюджеты они их единомышленники это как бы с этим надо смириться и признать так вот я повторю пиарить их и финансировать не надо но отменять я вот не знаю я вот со школьной скамьи был поклонником творчества группы аквариумов мне вообще нравился и Борис Борисович Гремичков очень и как мастер Стёба и как автор каких-то концептов которые я видел в некоторых произведениях аквариума потом еще в студенческую пору мне как довелось с ним пересечься в квартире одного из деятелей про культуры и я просто обнаружил себя что Борис Борисович Гремичков полный это не связано никак с политикой ну это были в 80-е годы все были настроены более-менее одинаково были просто мудак человек здесь ему дано а здесь совсем нет а позже еще когда я прочитал мемуары Джоанны Стингера который там просто в него хорошо по-человечески там влюблена очень его привлечает и уважает я еще и за этим я взношу на подона полный но значит лето что я теперь не буду слушать аквариум или цитировать какие-то вирши да нет почему просто мухи отдельно котлеты отдельно я понимаю что человек мудак но у него там какой-то есть проводник он что-то производит вот сложный этот вопрос я понимаю что многие со мной не согласятся но я не считаю что надо запрещать какие-то книги написанные опять же мудаками действительно я хочу назвать именно талантливые ребята и произведения замечательные но вот так вот мудаковато я понимаю что широкой публике хочется чтобы красивые умные герои были еще и благородными и совпадали с ними в каких-то оценках геополитического характера но это не так ну просто смиритесь с этим примите это как данность что так вот на сотню кумиров условно говоря тех людей чьи плакаты висят в девичьих спальнях там или в туалетах где-то ну там пятьдесят будет подонков и негодяев а в то время как мы возьмем сотню не знаю фермеров или фабричных работников или сотню представителей офисного плантона такого будет значительно меньше благодей потому что есть этот фактор знаете вода огонь и медные трубы это тяжелое испытание просто не надо идеализировать героев потребляйте эту продукцию если она вам нравится и не заморачивайтесь но и не забывайте не забывайте кто они есть и что они думают и что они говорят просто помните об этом выводы делаете в другой полосы